Ну вот я вернусь к ЕГЭ. И все-таки невозможно обойти этот вопрос стороной. Как вы относитесь к ЕГЭ вообще? Может быть какая-то замена, альтернатива? И что дает ЕГЭ, на ваш взгляд? Понимаете, у нас ЕГЭ претерпел столько вот этих изменений. То есть изначально та идея, с которой еще Филиппов в свое время выступал, что вот у нас дети из регионов будут поступать. Это один лифт. Это один тезис. И второй тезис это то, что мы будем видеть объективную картину, потому что школы имели возможность как угодно свои аттестаты выдавать, закрывать глаза, фальшивые оценки ставить и так далее. Вот два основных тезиса. Проблема в том, что один тезис кривой и второй тезис кривой. Но это мы сейчас обсуждать не будем. Вообще, в принципе, может ли быть ЕГЭ как единый экзамен? На мой взгляд, может быть, но как вступительный для начала. То есть не надо пытаться объединять в нем два экзамена выходной, выпускной и вступительный. Но об этом тоже многие специалисты говорят. Это там и Смолин говорил в свое время. В общем, много. То есть мы как бы, в принципе, это известная тема. Ее в свое время еще Малинецкий обозначил. Ну, понимаете, мы как не делаем какую-то глобальную штуку, так она как-то не работает. По причине простой, что мы скрестили две вещи. То есть микроскоп с телескопом. То есть мы с одной стороны пытаемся отсечь двоечников, а с другой стороны пытаемся лучших детей поступить в ВУЗ. Две разные задачи. Поэтому, когда вот эту историю мы обсуждаем, надо все-таки, мне кажется, начать с того, что, ребята, давайте мы распределим эти задачки. Школе отдадим школьную функцию. Пусть она там, можно обсуждать как. Ну, на мой взгляд, лучший вариант это когда экзамены все-таки, да. Вот. А ВУЗу, ну, да, пусть будет какой-то единый набор требований, да. Пусть это будут какие-то единые там процедуры вступительные, прозрачные и понятные. Но, опять-таки, то, что там сейчас происходит, постоянно меняющиеся правила при зачислении, то там, значит, в одну волну, то в две волны, то такие баллы, то сякие баллы, то, значит, мы теперь этих, значит, пять предметов, пять профессий. Тут, значит, десять профессий в один ВУЗ. То есть, потом кнопочку введем, что сдаю, значит, аттестат суда, там, сертификат свой ЕГЭшный в этот ВУЗ, да. То есть, и это все порождает бесконечные вот эти вот, ну, сейчас это все превратилось просто в какую-то лотерею, да, вот, которая еще и завязана на IT-технологии, там, особенно на фоне пандемии это произошло. У меня лично, так сказать, несколько детей просто пролетели мимо поступления по причине того, что ВУЗы не отработали механизм, да, то есть у них просто невозможно было нажать на эту кнопочку. В этом году особенно провальная приемная компания. В этом году была приемная компания плохая, да, и вот это вот постоянное, вот это, понимаете, вот мы говорим, ЕГЭ отменить, да ЕГЭ можно отменить, а вот это-то куда девать? То есть, ну, понимаете, проблема как раз вот в том, что у нас нету какого-то взвешенного решения, которые сформулировали был, в том числе и ВУЗы, да, с точки зрения того, как оптимально вот все-таки проводить эту компанию, потому что то, что происходит, там очень много еще интересантов, тут еще и в этом проблеме. Я бы хотелось про ВУЗы отдельно с вами поговорить. Да, это отдельная тема, поэтому да. Поэтому к ЕГЭ, если вот так резюмировать, то ЕГЭ это такая история, которая, она, наверное, может существовать, но я говорю, ее надо вот переосмысливать очень сильно. То есть, ее нужно, над ней надо хорошо подумать. Вот. И я вот не вижу плохого, там, чего-то сверхъестественного в хорошем, правильном и внешнем экзамене. Я не вижу этого плохого. Но он должен быть понятный, прозрачный, он должен быть четко организованный, он должен быть, соответственно, по не меняющимся правилам, по первому там требованию какого-нибудь там человека. И, соответственно, он должен быть, ну, не он должен выполнять свою конкретную поставленную перед ним задачу. То есть, вот нужно задачу определить, поставить ее. Вот это самое сложное, кстати, в управлении всегда самое сложное, просто поставить, четко поставить, правильно сформулировать, правильно сформулировать задачу.